Между тем, за последние два месяца в школах Казларды произошло два ЧП с распылением перцового баллончика. Оба инцидента привели к госпитализации детей. После этих случаев в учебных заведениях города усиливают меры безопасности. В штате каждой появилась специализированная охрана, организованная дежурство полицейских. Какие меры еще нужны, чтобы сократить количество правонарушений среди подростков, расскажет Райхан Тажебаева. Видеокамеры, турникеты, охраны и металлоискатели. Школы стали похожи на режимные объекты. Учебные заведения попасть не просто даже родителям учеников. Такие меры вынуждены, говорит руководитель городского отдела образования. Школы признаны объектами, чаще всего подвергающимися терроризму. Поэтому, согласно приказу 117, установлены новые требования по обеспечению безопасности детей. Все учебные заведения на 100% оснащены пропускным пунктом с металлоискателем. Есть видеокамеры и тревожные кнопки. Также возле учебного объекта установлено постоянное дежурство сотрудников полиции. Помимо технического оснащения, в штате каждой школы появились специализированные охрана, психологи и соцработники. Тем не менее, фактов правонарушений среди подростков, говорят стражи порядка, меньше не стало. С начала года в регионе выявлено 36 преступлений, совершенных подростками. По сравнению с прошлым годом на 6 фактов меньше. Тем не менее, правонарушений среди несовершеннолетних стало больше. С начала года почти 6 тысяч. За последние два месяца зарегистрировано два случая с распылением перцового баллончика в стенах учебного заведения. По одному факту вынесен административный штраф. По второму заведено уголовное дело. Последний случай с распылением перцового баллончика произошел в школе имени Нагильясова. Для ликвидации ЧП тогда привлекли все экстренные службы. 27 учащимся понадобилась помощь медиков. По факту возбуждено уголовное дело. Шалость двух семиклассников привела к увольнению директора школы, педагога с 30-летним стажем. С формулировкой «не соответствует занимаемой должности» освободили от обязанности директора. Но я считаю, что это несправедливо. Человек действительно реально душой болеет. И делать в данном ситуации ЧП крайним только директором школы, я считаю, не совсем правильно и не объективно. В этот раз баллончик, а в следующий раз он может принести гранату, бомбу. И все это учителям не разрешено проверять, например, рюкзаки. Ну тогда должен это делать родитель. С этим мнением согласен и ветеран правоохранительных органов Жаксылык Алмаганбет. Бывший сотрудник полиции предлагает усилить ответственность родителей и расширить полномочия школьной охраны. Общественность должна принять самое активное участие. Нужно ужесточить наказание для нерадивых родителей и при необходимости проверять школьные портфели. Надо работать не только с трудными детьми, но и с их родителями и окружением. Только тогда будет результат. За последние три года на обеспечение безопасности в 58 городских и пригородных школах потратили свыше 200 миллионов тенге. Насколько оправданы затраты, покажет время. Хотя последние два случая с перцовыми баллончиками говорят ярче всяких слов. Райхан Ташбаева, Нуржаму Зарабшин, Казларда, 24КЗ.